Божественная литургия в один из самых главных и древних православных праздников. Крещение Господне состоялось и в других храмах города и региона. Крещенские купания проходили на городских пляжах, а также во многих водоемах области. О том, как же одесситы встретили крещение и какие традиции они соблюдают в этот день, расскажут корреспонденты репортера. В студенческом храме Святой Мученицы Татьяны сегодня с самого утра царила возвышенная атмосфера. Сотни прихожан посетили Божественную литургию в честь великого праздника для всех православных верующих – Крещение Господне. Этот день связан с евангельским событием – Крещением Иоанном Предтечи и Иисуса Христа в реке Иордан. Сегодня великий праздник Крещения Господня, Богоявления. Господь пришел на Иордан, принял Крещение водное, показал нам пример. Каждый из нас в детстве принимает Крещение. Сегодня великое торжество. Сегодня в храме Святой Мученицы Татьяны, который действует уже более 10 лет, построенный народным депутатом Украины Сергеем Васильевичем Кивалом. Много людей. Приходят к нам не только студенты Национального университета, Одесская юридическая академия, но и жители близлежащих домов. Сегодня в храме было очень много детей, которые причащались. Праздник Богоявления относится к двунадесятым. Он один из самых почитаемых среди православных христиан. Вместе с сотнями одесситов в этот день храм также посетил народный депутат Украины Сергей Кивалов вместе со своей семьей. Мы пришли в храм, и я увидел сподвижников, увидел тех людей, которые пришли с такими же мыслями, как и у нас, как и у моей семьи. И, наверное, это здорово, что мы, приходя в храм, объединяемся. Мы, приходя в храм, молимся, и у нас одна цель, чтобы было спокойствие, благополучие, мир, достаток в нашем городе. Я хочу пожелать всем одесситам крепкого здоровья, благополучия, чтобы в каждом доме была любовь, достаток. И пусть нас всех хранит Господь. По окончании праздничного богослужения на улице собрались прихожане, чтобы осветить воду. Считается, что в этот день она наделяется целебными свойствами. Сколько людей собралось, значит, они не боятся друг друга, понимают, уважают, понимаете. Такие праздники сближают людей, дают им веру. То, что есть люди, которые мы любим друг друга, понимаете, они враждуют, уважаем друг друга, независимо от национальности, которая находится в Одессе. Мы всегда ездили под Белгород-Днестровск и окунались из святого Иоанна Сачавского в этой купельне. Это для нашей семьи очень большой праздник. Меня с детства приучили. И когда получается, конечно же, посещая праздники, либо так, своего сына тоже приучаю к этому, потому что это наша жизнь, это наша история. Духовность, прежде всего, должна присутствовать в каждом человеке. Я прихожу в храм святой Татьяны, потому что я живу на фонтане здесь. Это мой храм. Это я здесь исповедуюсь. Это мой храм. Это очень уникальный храм по своей архитектуре. Этим он очень привлекает. Здесь хорошая обстановка, службы. Одна из главных традиций 19 января – это омовение в Крещенской воде. Так многие одесситы совершили омовение не только на городских пляжах, но и в пресных водоемах Одесской области. Как, например, на озере Боробойко в селе Малодолинское. Традиционно перед началом священнослужители совершают водосвятный молебен. После этого все желающие смогли окунуться в ледяную прорубь, чтобы получить заряд бодрости. Это я не первый раз делаю. Многие уже годы, могу сказать, даже многие десятилетия я поддерживаю эти традиции. Мои коллеги, друзья, родные тоже это поддерживают. Ну, это наши традиции. Вышел из воды, зуб на зуб не попадал. А когда оделся уже, согрелся, то вот прекрасно себя чувствуешь. И ты получил хороший заряд бодрости. Руководство и преподаватели Одесской юридической академии уже многие годы придерживаются этой традиции. Считается, что крещенское омовение способствует телесному и духовному очищению, а также укрепляет здоровье. Праздник Крещения Господня завершает собой большой цикл новогодних рождественских праздников. Наталья Абара, Юлия Польнова, Светлана Довжук, Григорий Евич, телеканал Репортер.